На нашей планете огромное количество живых существ, и каждая чем-то уникальна. Иногда кажется, что природа решила пошутить, создавая некоторых из них. Всем привет! Вы на канале Мэри По, и в сегодняшнем видео я вам расскажу об очень необычном насекомом, а именно о жуке-жирафе. Конечно же, к жирафу этот жук никакого отношения не имеет, а название он получил из-за очень длинной шеи, которая иногда превышает длину его тела. А длина его тела не превышает 25 мм. Удлиненная шея есть только у самцов, она может достигать 18 мм в длину. У самок шея в 3-4 раза короче. Тело черное, красноватые или оранжевые крылья служат для отпугивания хищников. Проживает это творение природа исключительно во влажных тропиках на острове Мадагаскар, где он и был обнаружен. В 1860 году французским натуралистом Андре Жекель во время экспедиции он обнаружил небольшого странного жука, которого описал и дал ему название. После чего о нем все забыли, а вновь открыли лишь в 2008 году. Жук жираф не агрессивен и толерантно относится к насекомым других видов и для человека никакой опасности не представляет. Найти его среди тропической растительности может быть непросто, если не знать, где искать. В еде долгоносики жирафы очень привередливы, они питаются листьями лишь двух видов маленьких деревьев. На них же они и откладывают свои яйца, и их же листья поедают личинки. И все-таки возникает вопрос, зачем же жуку-жирафу такая длинная шея? Свою длинную шею самцы применяют в борьбе за право спариться. Ареной для борьбы служит лист любимого растения. Сражаясь за самку, жуки стремятся прогнать друг друга с листа. Победитель спаривается с самкой, после чего начинается самое удивительное действие. Самка с помощью ног складывает лист пополам, по средней жилке и сворачивает в рулон от конца к черешку, используя ноги и длинную шею. В процессе сворачивания листа самка кладет в него одно яйцо, так, что оно оказывается в самой серединке рулона, на изготовление которого ей требуется около получаса. Когда лист полностью свернут, отрезают его у основания, и готовое гнездо падает в лесную подстилку. Вылупившаяся впоследствии гусеница съедает свой лист колыбель. За свою жизнь самка делает около 30 колыбелей, так как продолжительность ее жизни всего один год. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...